В один прекрасный день Райдин увидел этот момент моего ролика. Лазер какой-то, вот, чуть-чуть выше. Именно тогда он решил, что просто обязан его повторить. Ну а вышло это или нет? Сейчас узнаем. Той вариант обновления волков и вампиров, но теперь с элементами коллаборации Венома уже в исполнении Райдина. Лучшего игрока арабского, как минимум. Ну а мира там уже кто как решит. Для многих, в принципе, и мира тоже. Но кто-то до сих пор спорит и считает, что это не так, что есть ребята покруче. Ну как бы у каждого свое мнение, почему бы нет? Сразу же прыгнул, играет сегодня соло против сквадов. Это приятнее, если честно, наблюдать, потому что обычно его тиммейты больше тащат его назад и отвлекают. А он за ними должен прибирать, когда они нокаутся. Я думаю, у вас у всех тоже есть такие типичные тиммейты. Ну а здесь, как бы когда он один, может полностью сосредоточиться уже на своей игре. Нашел свой любимый волчий шприц. Он предпочитает его в игре. Считает, что... А, это вампирский. Перепутал, значит. Но он предпочитает волчий. Считает, что ускорение слишком сильная тема и, видимо, гораздо сильнее, чем бесплатное пополнение здоровья с убийств. Ну и здесь, хоть и я с ним не согласен, но глупо недооценивать умение этого игрока и ставить под сомнение его компетенцию. Ну а я, друзья, конечно же, напоминаю вам, что спонсором этого ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями, поэтому, если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку и там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонуса. Я желаю вам удачи и только побед. Восстановление здоровья здесь не так сильно помогло. Он и так был фуловым, но главное, чтобы Молотов не разросся настолько, что сам себя бы поджег. Это было бы крайне обидно. Ну, вроде нормально, вроде все под контролем. Съел, кстати, большую аптеку. Нечасто мы видим, чтобы кто-то в самом начале игры ее хавал. Ну и потихонечку, пока его напрягают. Не самая простая ситуация. Должна быть красивая граната. Почему не НОК? А, нет, НОК. Не сразу я заметил. Там прям 100% начал подставлялся. Сразу же, кстати, как только НОКа так добивает. Практически в моменте. Ну и здесь с микроузика отличная стрельба. Проверяет, нет ли кого рядом. По идее, можно открыть сундук. Вроде как соперники не должны за это сейчас подойти и наказать. Но не торопится. Какой-то был выстрел или взрыв слева. Еще при этом, кстати, с кем-то общается. Наверное, с чатом. Все его игры в основном это вырезки состримов, где он как раз-таки играет. Кстати, часто спрашивают, где Райдин стримит. Он стримит и в ТикТоке, и на Фейсбуке, и на Ютубе. Единственное, что на Ютубе и в ТикТоке качество хреновое. На Фейсбуке достаточно приятное глазу. Не знаю, почему на остальные платформы у него вот так вот распределяется качество картинки. Ну и сразу находит тот самый АВМ. Там еще рядом лежит Ф-90. Его бы тоже не помешало взять, но не хочет. Решает, что АК ему лучше. Наверное, потому что два оружия с ограниченным количеством патронов для него как-то может звучит как не самый лучший план. Ну вообще странно. Почему? Так, некий метро отлетает. Перегородил себя гранатой, чтобы враг не подбежал. Хорошая, кстати, идея. Естественно, это обычно делается молотовым, но за неимением. Интересно, что враг отбежал, и в теории можно было подхилиться об вот этого трупа. Ну и АВМ есть. Осталось только найти щупальцы Венома. По идее, это сделать не так сложно, но придется ливать с ивента. А, что в принципе Райдин и собирается сделать, да? Вот он, он ушел. 8 фрагов. Не самый большой результат на ивент-локации, но и не сказать, что плохой. Кто-то из стрим-снайперов подъехал. Интересно, это добрый или злой стрим-снайпер. Судя по тому, что не атакует, все-таки добрый. Хорошо. А вот это явно не добрый. Вот этот человек явно хотел сбить Райдина, но почему-то при этом не ударился в деревянный тубзик. Кстати, а я не помню, в мобайле эти деревянные тубзики, они ломаются? Или же нет? Напишите в комментариях, опять скажите, что я не шарю. Ну, да, действительно, я что-то... Что-то у меня как будто бы в голове возникла мысль, что они не ломаются. Ну, в ПК-шном же ломаются. Странно, короче. Судя по направлению, он как раз едет в домик Венома. Их несколько вроде как на карте, но... Вот один есть справа от починок, если я правильно помню. Ну, вот он, через поле. Но он поехал не туда. А куда? Хороший вопрос. Жестко выносит с мушки. Вот это было сильно. Ого! Честно, я думал, что он не попадет. Что здесь не особо результативная стрельба выйдет. В теории, конечно же, можно сделать такой же выстрел с АВМа в прыжке с крыльев вампира. Ну, то есть, подлететь куда-то высоко, отменить крылья, начать падать. И после этого как-то стрелять. Но это не так зрелищно. Не так круто. Попытался пообщаться с за 13, но за 13 оказался необщительным оппонентом. Высади, 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 высади! Жалко. Хороший фликшот. Хороший хэдшот. Что-то у Райдина в последнее время стало много прям стрим-снайперов, которые приезжают и отдают ему фраги. А не договорился ли он с ними? И главный вопрос, а не забанят ли его за такое? Потому что у нас уже есть прецедент, что человека в ультимейт рояле банили. Ну, а в обычном матче вроде как нет, вроде разработчик за это не ругаются. Но оно, в принципе, и неудивительно, потому что сейчас вот буквально на ивенте, который на турнире, который был в Казахстане, там одну команду ребят подписала организация просто потому, что они были в топе ультимейт рояля. Ну и хорошо выступили на турнире. То есть сейчас, по крайней мере, реально на ультимейт рояль и на его показатели смотрят. Что, согласитесь, ну, довольно необычно, потому что в большинстве случаев организация похер на внутриигровой рейтинг, и важно то, как человек себя показывает именно на какой-то турнирной составляющей. Ну и опять очередной приехавший стрим-снайпер, который отдает фраг. Выглядит это странно, раньше их в таких количествах не было. Интересно, а если райдин захочет сделать рекорд и при этом так, чтобы никто не догадался, да, что там 30 условных человек с сервера к нему придет и отдастся по два раза. Это будет палевно? Или мы не догадаемся? Хороший вопрос. Ну и, конечно, еще хочу, друзья, конечно, вам напомнить про телеграм... Ой-ой-ой! Про телеграм-канал Рокес Биба. Это мой телеграм-канал, на который обязательно нужно быть подписан. Почему? Потому что там регулярно розыгрыши, всякие раздачи, ну и плюс просто другой контент, не только пабговский, крайне интересный. Рекомендую заглянуть. Ну а если вам нужны UC-шки, хотите прикупить какой-то скинчик, то Рокес UC-бот, тоже ссылочка есть в описании, отличный бот с приятными ценами на UC-шки, автоматическим пополнением и официальная оплата через банки. Сейчас у многих блокируют карточки, здесь такого не будет, потому что вся оплата с чеками. выбегает какой-то дерзкий мучачес. Но его дерзость остановилась на первом этаже. Не захотел он как-то быковать на Райдина. Кстати, я думаю, вы уже давно заметили его прекраснейшие худи с его же фоткой. Не знаю, вот это, как вы считаете, это нормально или нет, носить одежду со своей же фоткой? Ну, как бы, я понимаю, носить свой собственный мерч. Если он такой какой-то нейтральный, если он крутой, если он удобный, прикольный, плюс ты его рекламишь. Но как-то, когда у тебя на пузе твоя же фотография, ну, мне кажется, это немного странно. Я, знаете, что подумал, прикиньте, он ли фанчицы бы так делали? Ха-ха-ха! Легальный способ оголяться, да? Она надевает майку и вроде как одетая, но при этом на майке изображены ее там какие-нибудь наиболее продаваемые фотки. С черными полосками, где надо. Блин, как будто бы я подал гениальную идею он ли фан с шаболдом. Это плохо. А че, как насчет бум? Канистра не будет делать бабахан? Там еще, кстати, вторая канистра, которую соперник из кухни не догадывается стрельнуть. 1 хп. Да ладно, неужели смерть дропшотит? Не, не спрятался. А, выжил! Обыграл лошка получается. Это было опасно. О чел! С дверью запутался! Он бежал, увидел кнопку открыть дверь, нажал ее, в этот момент дверь открылась автоматически и сразу же закрылась из-за того, что он нажал кнопку. Забавно получилось. Какие-то прикольные маркеры попаданий я только сейчас заметил. Такие космические. Ну и кстати, при довольно агрессивной игре только 20 фрагов. Ну, не скажу, что 20 это мало, но как будто бы могло быть и побольше. И что самое забавное, авик до сих пор, ну, не сказать, что прям реализован круто, но тем не менее, патронов еще огромнейший ворох. Под 40 штук, то есть ему их точно хватит до конца игры, если не умереть вот так вот от чела в поле, просто от бомжа. Вот я уверен, я не понимаю арабского языка, но я уверен, что Райдин здесь сейчас базарит. бот, он просто стоит в поле, в опене, ничего не делает и меня убивает. Как это возможно? Вот я уверен на 100% что он сказал именно так. Просто слово в слово. Зовите переводчика, он подтвердит. Ну, это смерть. Серьезно, ты не вынесешь человека на глайдере? Мне кажется, это должна быть, знаете, какая-то проверка. это очко! Глайдер очко! Не, ну, конечно. Мне кажется, это должна быть какая-то проверка, когда вас берут в команду или в клан или еще куда-нибудь, что вот мимо вас пролетает глайдер. Если ты не выносишь этот глайдер, например, два раза из двух, то как бы иди тренируйся. Слева файт. Так, вот он. А, может быть, кстати, сопли венома появляются не сразу, потому что когда он в прошлый раз проезжал, я не видел этой иконки. То есть, да, я прекрасно помню, что здание там, но он что-то как-то не особо котирует вот эту приколюху веномскую. Симбиота, так сказать, не хочет впускать к себе. Сюда было интересно, куда залазит симбиот, типа, в организм. Мне кажется, ну, как бы, заметили, что в фильмах он вылазит откуда-то вот где не видно, то есть, вот если человек в кадре, он как бы вот оттуда откуда-то со спины, где-то вот снизу, мне кажется, симбиот залазит в жопу. Вот есть такое ощущение, потому что, ну, а куда еще, откуда он еще постоянно вылазит? Поэтому тут еще стоит подумать, а нужно ли тебе это? А хочешь ли ты стать Веномом? Потому что, ну, как бы, за все всегда нужно платить. И да, ты получишь какую-то там силу. Но какой ценой? Долго, кстати, держит очко. Не хочет его нарушать. Это похвально, это достойно уважения. Кстати, вообще Райдинг славится своими хорошими врагами, то есть достойного уровня соперниками. Сейчас я не могу такое сказать. То есть пока что враги ну, чтобы никого не обижать, скажем, средние. Хорошая граната. Там есть какой-то губа. Чувак Саймера наказывает. Было бы прикольно посмотреть именно файт Райдина и губы, чтобы у Райдина был авик. Ой-ой-ой, больно. Вот это хороший враг. Вот это сделал интересно. А гранаток нет вроде как. Еще враг что-то кидает, какую-то хаешку, при том почему-то очень кривую. Забудьте, что я сказал, что он хороший, потому что ну, это очень сейчас было странно, что ему мешало забросить просто гранату вот сюда и ждать, пока она взорвет Райдина. Тем временем кто-то выбежал в спину, забрал предыдущего, вот этот вульф, он его похвалил, говорит, аф-аф, ауф, замолвлю, за тебя словечко перед Джейсон он стедхэмом, если кто не знает, каждый волк мечтает, чтобы его респектанул Джейсон стедхэм, как и Джейсон стедхэм, мечтает, чтобы его респектанул каждый волк, стедхэмом. Ауф. Так, а что, мы за соплями-то поедем? Как будто бы нет, как будто бы сопли он подберет непосредственно у кого-то из оппонентов, из убитых. Ну, оттуда кто-то стреляет. Решил немного потанцевать, чтобы в него не попали. Там вроде да снайпа, так что это в принципе опасно. Хотя не думаю, что даже просто ровно едущие баги какой-нибудь такой вот пацан высадил бы со снайпы. Так, опять губа кого-то убивает. Тем временем чел с грозой. Кстати, если у него есть гроза, может это тот, кто убил Райдина. Пошли его фирменные распиковочки. Так у него еще и ДБС. Это не тот случайный человек? Ну-ка давай глянем. Приобрел себе грозу сразу же. Так, у него есть черная жижа. есть а в м и по 90 так что я запутался откуда и гроза и а в м и по 90 явно я что-то пропустил надеюсь он еще сделает ровно четыре фрага как будто бы один раньше не пользовался вот этим вот веном пружинкой вот этими полетами то есть видно что делает это не на автомате а так чуть-чуть задумываясь о можно в принципе выдохнуть хотя не подожди а ну все можно аптеку не юзать нормально а а нет он на волка поставил да блин тогда тогда посидим 10 секунд покушаем аптечку он может пока бахнуть кофе очку райдина если кто не знал стоит на столике всегда чашечкой мне кажется там у него еще стоит такой какой-то маленький подогреватель который делает чашечку всегда теплой такая прикиньте нормальная тема сидишь у тебя все время горячий кофеек наверное если бы я любил кофе тоже бы себе такую поставил решил просто забежать в спину врагу что-то его не особо видно но он там башка торчала нормально вот я прям чувствую ну хочется хочется запрыгнуть давай не стесняйся но в теории можно волка юзануть на всякий случай ненормальный без волка поехали так первая попытка черт а второй раз нет не получилось о тот самый губа губа который разматывал всех с мэром патроны на мэр у него видимо кончились и он выбросил так мы теперь главное чтобы он не убил двоих сразу то есть обязательно именно по очереди вот это сейчас похоже на feed нет нет а это очередной стрим снайперок да что ж такое то прям реально матч против друзей райдина какая-то подтасовка пошла но это не считается давай убей нормального чела вот видите не попадает он хоть и был прям напротив прицел напротив врага но нет потому что игра не хочет чтобы все было легко но это супер сюда а уж но последнего последнего нужно убить по красоте последнего нужно убить в прыжке совм а по-настоящему и чтобы это был враг они твой друг притворяющийся врагом это важно но для начала надо его еще и найти потому что явно человек как-то не показывается подожди ка вот он он вот он он красавчик он не видит райдина он тупит так немножечко мы его до раздамажим для того чтобы можно было убить с одного выстрела не в голову да ладно неужели с первого раза да не может быть наш хату пошел крушить дюйду где-то бы вот это было очень круто